Это вообще по-моему один из самых таких интересных объектов кованых в Славутиче Но здесь печальная печаль с покраской камня Зачем-то покрасили на эти уровня 4 метра Здесь бы надо конечно сошлифовать всю эту краску Краска уже отпадает Но работа по шлифовке здесь конечно непроста Это надо делать правильно и правильными инструментами А на места где отвалился камень вставить новые плитки Взять их просто с тыльной стороны этого же пилона Там где не видят никто Тем более что с этой стороны и так уже не везде камень есть Но внешний вид, фронтальный, надо конечно привести в порядок Это красивый объект Вот наш акт, где в числе прочего наш богатырь Такой же экземпляр акта отправляется в УФКСТ на выполнение В один из вечеров мы встретились здесь с ребятами из компании Витавы И смоделировали просто ручными фонариками Разные варианты какие могут быть при освещении вот этого пилона со всадником Смотрите Вот вариант, когда мы подсвечиваем стену за всадником И он контрастным силуэтом Это второй вариант, когда точечно светильники освещают только скульптуру Ну это примитивно, мы сейчас пробуем просто ручным фонариком Но суть понятна По-моему сзади как-то по архитектуре не выглядело Наконец-то работы здесь закипели У ФКСТ прям вообще красавчики Раз взялись за этот объект Вот за целый день Не такой и большой кусочек сделали Потому что действительно сложно Да и то, что сделали Это лишь такая черновая работа До состояния чистового камня Здесь еще работать и работать Но на того стоит Вот сегодня ребята продвинулись дальше Уже обдерли Почти под самый верх Действительно сложная работа и кропотливая И вот друзья, аккурат ко дню города Мы имеем радость наконец-то Видеть этот объект в более-менее Классном, таком изначальном, опрятном виде Я сказал более-менее Не потому, что мне не нравится результат Результат очень классный А потому, что это конечно не 100% идеал Здесь было очень непросто все сделать После снятия краски оказалось, что вот эта вся часть Она черная Окись меди Видимо текла годами на этот камень И впиталась настолько, что Шлифуя этот камень Просто черная практически не убиралась Сблизи так вплотную, конечно, видно Что здесь были какие-то работы Но вот уже буквально с 20 метров Это прям совершенно другой вид Вы практически не видите тех дефектов старины А виден массив натурального камня Такого приятного цвета слоновой кости Кроме вот этого черного покрашенного пятна Были еще выбитые плитки Отпавшие, точнее Где-то вот в той зоне на торцах И где-то вот здесь Эти плитки взяты были с тыльной стороны Вот отсюда, с тыльной стороны Были взяты целые плитки Которые переклеили на лицевой фасад Вот еще леса строительные остались Конечно, это не дело Такие латки не должны оставаться И здесь есть несколько вариантов Первый, это взять точно такие же плитки С точно такого же камня С объектов в городе, которые сейчас не используются Например, бывшая поликлиника То есть где-нибудь залез на кровлю Там, где зоны не видны Будут впоследствии реконструированы И взять недостающее количество камня На вот такие вот лицевые объекты Но этот подход Хоть и заманчивый, хоть и быстрый И дешевый, но не системный Потому что рано или поздно Ну просто у нас не останется Я надеюсь Объектов, которые не используются Второй вариант Это изготавливать Подобные плитки методом, например, спекания По типу кирпича По типу плитки или клинкера И такие попытки Пока на стадии обсуждения есть Я надеюсь, очень скоро Мотнусь в короткую Однодневную командировку На кирпичный завод Где производитель Выразил интерес и желание Посмотреть, что это у нас за проблема Когда большая часть города Облицована натуральным камнем И нам нужны аналоги И вот мы привезем примеры наших натуральных камней С центра Вот с Белгородского бульвара С Ереванского, с Бакинского А производитель кирпича Посмотрит на это живьем И подумает Можно ли методом спекания глины Добавление разных цветовых примесей Разных фракций Получить идентичный по виду и по цвету материал Но, естественно, дешевле Потому что это будет ненатуральный камень И, естественно, основная идея Что мы сможем заказывать его в будущем Столько, сколько нам надо Посмотрим, что с этого выйдет Я даже боюсь представить эту красоту Если запустить стену фонтана По вот этим каскадным фонтанам Есть несколько идей Они вполне рабочие Как оживить эти объекты Но я про это расскажу отдельно Причем, надеюсь, расскажу уже в контексте реализации Посмотрите, как это выглядит С другого края Белгородского бульвара Действительно, настоящее венчание этой аллеи Единственное, что вот эту рекламную конструкцию Щит для расклейки объявлений Надо бы сдвинуть куда-нибудь сюда Чтобы не было его на пути лицезрения Нашего красивого сейчас пилона А, и, кстати, здесь же Вот тоже к самому дню города Сняли рекламу на Руси Вот здесь были Несколько каких-то щитов рекламных По-моему, здесь где-то были Причем, несмотря на то, что были все разрешения На ее нахождение там Владельцы этих рекламных щитов Пошли на то, чтобы Чтобы их просто демонтировать Ради нормального внешнего вида Такого архитектурного Теперь наше это яблоко Выглядит действительно классно На фоне такого широкого планшета кирпича Но это еще не все Я вам как-то показывал, как мы с ребятами из Витавы Выезжали сюда ночью Чтобы смоделировать разные типы освещения Этого пилона с богатырем И все-таки УФКСТ реализовали Реализовали ту идею И я вам сегодня ночью покажу Выйду сюда и покажу Как это выглядит Это действительно продолжение световой магии Этого бульвара Вместе с желтыми фонарями Посмотрите Вот так это выглядит ночью Причем сдалека Прямо с дружбы народов Была идея подсветить и всадника Таким же желтым цветом Как и эти наши фонари Но от нее отказались Потому что Решили, что ценность этих фонарей Именно в их уникальности И повторять этот свет На совершенно другом объекте Наверное неправильно С этого расстояния Идея читается Максимально концентрировано Причем вот Сейчас на плитке Видно отражение Была бы здесь вода Было бы вообще балдежно Это бы все отражалось в воде Поэтому Следующая такая амбициозная задача Это запустить этот фонтан Но здесь еще придется поиграть Немного со светом Потому что На камеру наверное не видно Но в живую Недостаточная равномерность Заливки светом Снизу явно ярче чем сверху Надо поиграться с направлением светильников Ну и вот видна какая-то тень Этого не должно быть Ее надо убрать Видите вот эта вот тень От этого планшета Глубокая Излишне глубокая А с другой стороны Эта тень Недостаточно глубокая Поэтому вот с другой стороны Надо просто повторить Как с этой стороны Я когда первый раз увидел Уже смонтированную подсветку Первое время думал Что нам придется побороться С засветкой по бокам Вот там слева справа от пилона Но потом подумал И решил что так даже лучше Потому что мы видим габарит этого пилона Они проявились Это правильно И плюс Сглаживается очень резкий контраст Между темным окружением И очень ярким кругом В котором богатырь По умолчанию Этот проект двигался В сторону традиционного Освещения Когда просто С двух сторон Освещался сам всадник А пилон подсвечивался снизу В общем такое традиционное Освещение объекта Но в какой-то момент Я вот здесь прогуливаясь Просто случайно Заметил вот этот эффект Что если подсветить Планшет сзади То получится Вот такой вот Силуэт И вот сейчас В виде результат Я рад Что действительно Этот эффект сработал В реальности И лучшее доказательство Успеха его Это Вот эта вот парочка Которая здесь сидит Я сейчас с ними немного поговорил И они Вполне осознанно Сели лицом Именно туда А не даже в сторону Желтых фонарей То есть проект Освещения всадника Считается таким образом Успешным Это уже Не стыдно показать Гостям города Ну и самому приятно Уже Ходить мимо Наблюдать за этим Вот такими темпами Я надеюсь Все подобные Архитектурные Художественные объекты В городе Будут приведены в порядок В конце этого рассказа Хочу Искренне Поблагодарить КПУ ФКСТ И лично Филиппова Сергея Витальевича И всех исполнителей Кто были задействованы В этом проекте За то что Они дали Такой классный результат Я как никто знаю Что это было непросто Хотя Когда просто проходишь Кажется Ну что там пошлифовать камень Нет Это было очень непросто Это адский труд Но результат вы дали На радость всем Я уверен Что это оценят И жители И гости города Такой крутой объект Наконец-то В нормальном виде Спасибо еще раз Все Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok